как вязать рукав видео на мамочкином канале сегодня я хочу остановиться на теории вязания вточного рукава как его связать так чтобы он у нас хорошо вписался в линию проймы которая у нас уже связана на основном полотне то есть предполагаем что у нас вот это полотно уже связано если кого-то интересует низ линии проймы которые нам нужно вывязать то в принципе могу немножко об этом заикнуться вы должны здесь связать в принципе любую дугу которая вам кажется здесь должна быть логичной а потом все по прямой до верху главное чтобы эта дуга не тянула вам и не мешала свободно двигаться руке если полотно у нас вяжется единым без бокового шва то это пройма сбоку она будет выглядеть вот так то есть вот до определенных точек мы должны здесь связать вот эти вот дуги а потом вверх все по прямой вот это вот эта точка и в принципе можно сделать так всю ширину полотна то место где вы оставили для проймы можно поделить на три части и среднюю часть не провязывать а эти две части связать столбики на увеличение и на уменьшение то есть вязать поворотными рядами вот например полочку и вывязывать вот эту вот дугу вязать все более укороченный ряд а потом здесь уже все по прямой одинаковые ряды также здесь например на спинке чтобы вот эти вот дуги были одинаковые с двух сторон а серединка не провязывается например так это можно сделать и когда вы вот это вот вывязываете вот эти дуги вы записываете себе или зарисовываете каким образом вы здесь провязали потому что при вязании рукава нам нужно будет связать копию точную копию этого места теперь про рукав вяжем мой рукав снизу вверх я пока буду показывать на схеме рукав как бы развернутый когда он вяжется не по кругу но это только для того чтобы вы поняли саму суть вязание рукава так проще объяснить когда вы будете понимать саму суть вязание рукава то в принципе как его связать по кругу вы тоже сможете догадаться главное понять вот эту саму суть и так мы вяжем снизу вверх расширяя полотно и мы должны довязать его до вот этой вот точки где мы должны в принципе вязать уже окат рукава я рекомендую связать рукав чуть короче чем вам кажется он должен быть вот вы примеряете вы вяжете его и примеряете по высоте здесь у нас рука примеряйте на руку что вам кажется что вот это место уже здесь наступило вот когда вы примеряете так рукав потом когда вы его в итоге довяжите и постираете он может оказаться длиннее чем вам нужно и чтобы его укоротить это нужно вам распарывать эту линию вшивания распускать рукав сверху весь окат и заново его перевязывать укорачивая лучше вы свяжите его изначально короче когда вы все вошьете и он окажется все-таки как коротковат то вы манжетой вниз его до вяжите это будет сделать проще чем расшивать здесь и распускать верх окат рукава во первых мы когда вяжем рукав то он особенно ажурное полотно оно тянется и растягивается рукав вниз а во вторых когда вы постираете он еще больше может растянуться поэтому лучше все-таки связать его короче а если вы все-таки с длиной не угадали рукав остается короче то лучше надвязать его вниз и так связали вы его до этой части здесь мы конечно должны вязать с прибавками его как мы распределяем прибавки по низу у нас известно количество столбиков по ширине низа рукава мы можем прикинуть сколько нам по самому широкому месту она находится у нас вот здесь где начинается пройма можете прикинуть количество столбиков которые вам нужно здесь и разницу вы должны прибавить более-менее равномерно по всей вот этой части то есть вы в принципе можете по связанному уже полотно прикинуть сколько у вас вот это вот место в сантиметрах сколько это рядов и на протяжении этих рядов вы должны прибавить количество столбиков равная разница самого широкого места и самого узкого места и так связали мы вот до этого места и теперь мы хотим начать вязать окат рукава рукав мы будем вязать по упрощенной немного схеме у нас здесь будут идти дуги с двух сторон до определенного места наверху у нас будет идти по прямой я конечно рисую немножко широковато наверху но сама суть и вот эти вот точки соединяются прямой линии без всякой дуги и вот так мы будем вязать как это связать вот здесь мы должны связать эти дуги по высоте и вообще в точности как вот эта дуга то есть вот это вот расстояние количество рядов будет такое же по высоте сколько занимала эта дуга и вглубь тоже вот это вот расстояние будет такое же то есть полную копию того что я вот здесь говорила записывайте когда вдруг обшит то получается у вас на этом рукаве здесь тоже вывязывается вот такое же место с лишов на здесь это будет где-то вот здесь это место вывязываться в развернутом рукаве это получается вот так и вот так я потом покажу на реальном рукаве который связан по кругу как это все выглядит итак связали мы вот до этого места повторили копию этого узора теперь здесь нужно проводить убавки в каждом ряду проводить убавки как их распределять и сколько мы должны получить вот здесь нужно измерить расстояние между косточками которые находятся на плечах и примерно вот здесь эта точка спереди и такая же сзади то есть получается вот примерно вот так вот расстояние эти косточки прощупываются если вы будете у себя на плече здесь щупать тут принципе это ширина плеча эти две кости спереди и сзади они прощупываются и нужно вот это расстояние пример измерить примерно это будет восемь девять сантиметров и вот эти восемь девять сантиметров будут вот здесь вы просто по основному полотну должны где-нибудь прикинуть сколько столбиков у нас занимают вот эти вот восемь девять сантиметров количество столбиков и это количество столбиков нужно здесь теоретически оставить непровязанными то есть вот это место у нас ляжет вот здесь вот по верху проймы низ пройма мы уже знаем как вязать верх проймы у нас вот здесь ляжет вот это вот место дугой остальное количество столбиков мы должны равномерно убавить то есть например у нас 8 9 сантиметров пускай это будет у нас 14 столбиков вот здесь например 14 столбиков вы посмотрели здесь например было 50 столбиков в самом широком месте когда вы убавили вот это например у вас получилось например вы по 7 столбиков здесь убавили то есть тут мы получили минус 14 столбиков и на этом вот месте от этой с точки до этой у нас оказалось здесь уже 36 столбиков теперь мы знаем что здесь у нас уже 36 столбиков здесь мы хотим получить 14 столбиков значит на этом месте мы должны убавить 22 столбика то есть минус 11 столбиков здесь и минус 11 столбиков с этой стороны осталось узнать количество рядов на протяжении которых мы должны эти 11 столбиков убавить это количество рядов высчитывается по основному полотну мы знаем что это количество от этой точки вот до этой точки вы когда оденете на себя вот это в основное связанная основную вещь вот эти косточки которые на плечах вы их прощупаете и узнаете сколько рядов вот здесь вот эта дуга занимает то есть сколько здесь рядов нам нужно не довязывать например это будет три ряда с этой стороны до плечевого шва и три ряда там то есть получается по высоте 3 ряда мы здесь не довязываем и вот от этой вот точечки до вот этой считаем количество рядов пусть это будет например но для простоты расчетов пусть это будет например 11 рядов здесь и тогда в этих 11 рядах мы должны убавить один столбиков то есть по одному столбику в каждом ряду мы должны убавлять с каждой стороны чтобы плавненько мы вот эту вот линию скоса получили когда мы будем подходить уже к верху там остается например у нас ряд или два то мы стараемся закруглить вот эти вот уголочки то есть например в последнем ряду последних двух рядах например нам в принципе нужно будет по одному столбику убавить чтобы получить из 14 можно убавить немножко побольше чтобы вот этот скос был плавнее и вот тогда мы уже свяжем рукав который впишется в нашу пройму еще можно себя проверить измерить вот эту пройму сколько она в сантиметрах можно даже только например по полочке обычно вот это расстояние бокового шва до плечевого шва если вот так вот это измерять то получается 19-21 сантиметр если это взрослый человек и вяжется например какой-то джемпер в пальто у меня это сантиметров 24 получилось двойная длина то есть длина всей проймы по кругу это будет вот в моем случае например 48 сантиметров и когда я вот здесь вот буду измерять вот это вот все до этой точки у меня тоже должно быть вот эти 48 сантиметров в пальто например да но если 21 то получается двойной 42 и здесь тогда тоже вот это все 42 сантиметра вот такая идея надеюсь она была понятной если подвести черту под всем что я сказала то где такая вяжем рукав снизу вверх чуть чуть покороче чем хотелось бы до вот этого момента когда мы хотим вязать уже начинать вязать окат его мы вяжем так что повторяем полную копию низа проймы до тех точек с которых мы начали уже по прямой вязать потом мы высчитываем сколько столбиков у нас занимает расстояние от косточки до косточки это количество столбиков мы понимаем что мы хотим оставить наверху прямо зарисовываем все такую картину столько столбиков оставить наверху столько столбиков у нас уже получилось когда мы связали вот эти вот дуги разницу мы хотим убрать вот в этих вот рядах а количество рядов это как раз от косточки до вот этой вот точки где мы начали вязать по прямой на этих рядах распределяем убавки понимаем что мы должны все количество столбиков которые нам нужно убавить поделить на два потому что с каждой стороны рукава мы должны одинаково если у вас здесь получается нечетное то вот здесь сделайте на один столбик меньше оставьте и тогда здесь уже будет четное число сюда этот столбик прибавьте и поделите тогда пополам чтобы одинаково у нас было количество убавок на двух сторонах вот и все а в конце просто немножечко этот уголок чтобы он не был резкий потому что вы потом будете сюда его пришивать и чтобы вот здесь не торчал никакой уголочек который мы должны на изнанку будем отправить мы просто чуть-чуть делаем вот эти вот округления убавляем чуть-чуть больше не смотрим на то что у нас здесь получится не 14 столбиков уже в итоге чуть-чуть поменьше просто главное вот эти вот уголочки плавно закругляем и тогда этот рукав впишется в ту пройму которая у нас была потому что мы как раз подгоняли под то вязание которое у нас уже есть убавки мы на этом расстоянии производим можем производить двумя способами первый это когда два столбика провязываются просто вместе с одной вершиной а если вам нужно убавить не по одной и не по две петельки а больше например если особенно это мы вяжем тонкой пряжей то может быть больше столбиков в одном ряду нужно будет убавить то там лучше использовать разновеликие столбики разновеликие это значит таким образом делать убавки например столбик без накида провязали полустолбик с накидом столбик с накидом вот мой меня в пальто например столбик с двумя накидами основное полотно вяжется столбиками с двумя накидами вот то есть я вот здесь делаю это на убавление потом соединительными петельками дошла вот сюда и начала опять со столбика без накида полустолбик с накидом столбик с накидом и дальше опять мой основной узор и потом здесь опять столбик без накида полустолбик с накидом столбик с накидом и дальше и получается вот у бабочки у нас пойдут вот так это вот и атакат будет делаться так то есть смотря сколько столбиков нужно убрать с одной стороны в каждом ряду и как обещала покажу это когда рукав вяжется по кругу как это все выглядит вот я вязала рукав по кругу начала его в пальто снизу вязать связала до места когда я хочу уже делать начало оката вот она вот так я вязала сюда пришла дальше я на ширине которые у меня было оставлено на основном полотне для проймы здесь например я вот это расстояние 3 галочек оставляла и делала делила на три части это расстояние серединку не провязывала а с двух сторон делала такие дуги и вот такое же место я должна связать и вот здесь полную копию на таком же расстоянии по ширине здесь я тоже не провязывала здесь вязала такие же столбики чтобы полную копию этой дуги сделать полная копия потому что у нас низ рукава пришьется прямо вот к этому месту и оно должно точно совпадать вот его связали продолжаем рукав вязать дальше тут уже нужны расчеты от этой точки вот я специально даже сшила точки когда у меня уже заканчивается вот это вот дуга и дальше на пройме у меня идет все ровно наверх вот от этих точек в последнем ряду по этим точкам я знаю сколько у меня столбиков я измерила расстояние по косточкам вот они примерно вот тут вот получается когда это пальто например посадишь на плечо вот это вот у меня это занимает два ряда от плечевого шва сюда и два ряда туда то есть вот это расстояние у примерно вот так прощупывались косточки на плече и это вот расстояние занимает какое-то количество столбиков я их оставляю вот здесь не провязанными теоретически пока что делаю вот этот вот расчет пусть это будет вот например 14 столбиков и опять же вычитаю из количества столбиков которые здесь известна это количество столбиков и остальные все я должна вот здесь убавить просто по прямой не надо никакой волны тут дуги делать просто можно по простому по прямой распределяю это количество столбиков на количество рядов ряды опять же считаются вот здесь как я говорила от этой точки от которой уже по прямой идет и до вот этой вот точки где сказала что от плечевого шва два ряда это у меня уходит вот наверх на плечо вот от этого 1 2 3 4 5 6 7 на протяжении 7 рядов значит и в рукаве должно быть тут 7 рядов и в этих семи рядах я должна вот это количество столбиков которая получилась разницей между этим и конечным убавить с двух сторон получается делим это количество столбиков пополам сюда половину убавляем и там половину убавляем и в последних рядах у меня тут в двух последних рядах я убавляю чуть больше чтобы получить вот этот вот окат при убавлении я здесь два столбика провязывала вместе а здесь я начала чтобы сделать вот этот вот главный загиб скругление уголочка я уже использовала разновеликие столбики вот у меня например столбик без накида полустолбик с накидом столбик с накидом и столбик с двумя накидами поехали все столбик с двумя накидами здесь на уменьшение эти столбики идут потом соединительными педляками пришла и уже начала не провязывая вот эти получается столбик которые ушли на уменьшение здесь опять разновеликие вязать и получился вот такой плавный окат рукава и можно его вшивать закрепляем точечки которые у нас здесь оставились по ширине и с точками плеча соединяем точечки вот здесь где должна копия совпасть можно и здесь еще вы уже можете прикинуть что у вас по длине пройма совпадет когда вы только прицепите вот эти точки здесь можно прицепить еще сделать одну зацепочку и потом просто иголочкой я вот специально даже оставляю ниточку длинную сразу иголочкой начинаю это все вот так пришивать если вы боитесь рукав сразу не сядет то вы можете контрастной какой-то ниточкой сначала пришить все это померить как это смотрится возможно вам нужно будет доработать вот этот вот окат чтобы здесь ничего не торчало и тогда уже когда тут все доработаете можете уже этой оставленной ниточкой уже навечно это все пришить я надеюсь что стало более менее понятно как вязать в точной рукав с этим объяснением дайте пожалуйста в комментариях обратную связь понятен ли был мой рассказ а при вязании пальто я покажу как это все делается на практике спасибо за внимание оставайтесь с мамочкиным каналом пока